Сегодня у нас 18 сентября 2015 года. Значит, что? Я первый здесь основался. Ну и у нас, вы видите, у нас по уставу то, что делает, должны получить богословение. Допустим, вот они поехали с мамонта, поехал в учитель, там у меня жена у него в Беларуси, они гражданцы охраняют, там не знаю, как организация называлась. Вот. Поехали сейчас. Нет, они поехали. В миграционном службе. А, да-да, в миграционном службе. Подходит батюшка, мы поехали, богословим. С Богом приезжают и все там. Наказали кому то, что купить, там, потому что надо не было. Едут, там нельзя наказать, там хлеба купить, там, или крупы, соли, там, все. Ну а в больницу так же летом-то ездят, ну а зимой нет. Нам в Барнолу легче обратиться, что нам нужно. Понятно. У вас ближе к трассе выезд, да? Да, к трассе ближе. Зимой у нас одна, только мы можем железнодороги. Ну а даже железнодороги вы как добавляете? Четыре километра, снегоходом. Снегоходом. Снегоход. То есть все равно человек должен у вас в селе быть, к которому человек может обратиться, допустим, кто-то заболел или что-то, за первой даже помощь какая-то, отравился кто-то там или... Управление подскочило. Ну только мы все же летом на машину и Мамонтово. Ну может быть, есть смысл, это же тоже расстояние больше сорока километров. Да, в Кольске. Семьдесят. Вы за вас же не обращаетесь? Да. Нет, она приезжает, она приезжает. Она смотрит по детям, она детей там смотрит. А так, ну, приедешь туда, что-то не делай, или что-то туда там. Беспонятно. Ну все здесь. И плюс с нашей организацией, значит, мы бы обеспечили вас, допустим, информационным материалом, обеспечили вас бы аптечкой, да, медикаментами для оказания первой помощи. Ну это банально. Ну это хорошо. У нас и была, когда был фельдшер, это все должно быть. Когда был фельдшер, мы на одну комнату в моем доме там выделяли, и она была как у нас медпункт. Ну и все, это были там меддокументы все, но потом уже она где-то десять дней как уехала. Но это не обязательно должен быть медпункт, это может просто вот дом допустим. Да, да, да. Вы определите человека, который будет у вас. А телефон здесь у вас есть? У кого? То есть обязательно связь должна быть? Нет, телефон в старости. В старости, да. Такой-то стационарный, в котором... А, сапон. Нет, нет. Ну так сапона звали. У них-то обыкновенный телефон. Нет, у нас... Дело в том, что у нас где-то в каком девяносто, наверное, восьмом году только было, что вот брат, это Игнат Тихонович, он часто проводил занятия в разных там организациях в Барнауле. Вот. И он проводил, там в администрации были, и там были все связисты. Баев. Баев там был связист, главный связист. И он как-то так это расположился и организовывал. Нам поставили тогда радиотелефон. То есть он у нас стоит, выходим на Корчино, а там уже довольно хорошо работал. Какие там эти две ящики. Аккумуляторы. Нет, не аккумуляторы, а аппаратура. Сейчас-то ломались и возили. Мы вот так пользовались. Потом сколько-то лет, наверное, уже пять поставили голубой на этом... Таксофон, таксофон, да. Ну и почти не пользовались. Потому что у каждого мобильного телефона... То есть у вас сотовая связь здесь... Очень хорошая сотовая связь. У нас мегафон, билайн, очень хорошо. То есть связь уже есть? Есть. Есть сотовая связь. Уже может быть интернет. Выход в интернет. Интернет есть. У нас интернет ухаживает. Да, все пользовались интернетом. Уже проще намного. Уже стараемся ограждать интернет. Ну это понятно, да. Потому что... Я вчера радиоэто слушаю, сколько вреда приносят там и как это... Особенно детям уже. Детям уже. Родители как? Чтобы не мешал, иди там поиграй. Он играет, а потом уже... Не знает, как ему правильность. В этом социальное... Как дела? Ну как, мы здесь живем каждый из своих людей. У нас фермер один. Вот Игорь, барабаш старостного там фермера. Он небольшой, он 250 гектар стоит. Старенькая всякая. А комбайны там у него стоят, да? Нет, нет, нет. Вот они комбайны. Косык все рует. Косык нанял. Это кочинка. Они кого-то наняли, а нет. Наняли, наверное. Как всегда, фермера. А так все у нас в своем хозяйстве. Они, допустим, молочное делали. Один день в неделю во вторник все выезжают в город. Реализовать продукцию. Горок специально. Ну, не на базаре, а уже постоянные клиенты. На поезде, да, выезжают? Нет, они на машине. Зимой также тоже на машине. Машины оставляют они на улиру. Вот здесь километров. Двенадцать. Здесь от нашей деревни. А тут и леса. Поэтому до туда у нас не готовы. Рудак-то и гружают. Таким образом, это так, что социальное здесь обеспечение. Я только уже сейчас ничего. Только баранов. Тоже баранин автозаказ. Мородской, вообще, на базар там и не выходят. Ну, вот вы как, что, кого порекомендуете на базе какого усадьбы? Игоря, вот, нашего фермера. В смысле, чтобы можно, люди могли, допустим, вот, кого-то плохо оставить. Да, конечно. Кого-то вредить, чтобы он мог. Ну, и чтобы мы общались, да, вот, с конкретным человеком. Потому что жена у него, она как у нас старший учитель. Так, да. Интересно, потому что у нас не в Курчинской школе, в Курчинской школе. Ну, мы знаем, да. В Курчинской школе, в Курчинской школе. Поэтому лучше, конечно, у них. Они всегда дома. Ну, это же вот еще понесет с собой на себе нагрузку, в том, чтобы человеку ночь устала, плохо к ним придут. То есть они должны дать свое согласие, чтобы к ним люди будут обращаться. Нет, только здесь какой разговор, нагрузка. Я сегодня вот ночью два раза или три раза даже пришлось вставать. Слушай, собака залаяла. Вышел, в фонарик поступил, никого нет. Только лег, опять собака залаяла. Воры, залили воры. Да вы что? Конечно. Сливают в солярку. Воруют все. Поймали одного вора. Вызвали милицию, мы его задержали. Солярку слил, сто не сидел. Вылил из страха, наверное. А кого вызывали? Участковый приезжал? Встал участковый, следователь приезжал в 6 часов утра. Мы его задержали в 3 часа. В 3 часа ночи задержали. Ему до 6 мы его держали. Привезли сюда возле разъезда. А чей? Наш, Коршетский или нет? Катниковский. А когда эта женщина там, она по-моему капитан ее звание. Ну, так это, говорит, старый друг был. Он не знает этого. Он уже был или нет ничего. Ну, я не понимаю, что... Дело-то какое. Раньше говорили, что если 1200, значит, на 1200 он своровал, то открывать уголовную. А сегодня подняли только если выше 5 тысяч. До этого 200 литров солярки управляли. Ну, а кто? Ну, он осознавался, что я. Не я. А здесь-то 110 литров, по 35, получается, там, что там... На 5 тысяч не хватает. Ну, понятно, понятно. Он скажет просто, Боря, ну, не надо так делать. Ну, нехорошо делать, Боря. Ну, и поэтому вот случай сегодня. Поймали, там, выпороли. Естественно. В другой раз он, может быть, сегодня опять шарился. Что мы его поймали в другой раз? Нет. Я говорю, если сейчас поймаем, мы его в погреб просто закроем, и будем держать в погребе. Пока... Как работает надрабатываем. Пока не разгарится. Собаку надо садить на приезд. Ну, вы, пожалуйста, зайдите. На чем он приезжает? На конечную. На чем они? Жигуля. Жигули загрузил. Восемь канистр поставил. Там вот это. Все. Жигуля. Я вам подарил. Вот здесь, на нашем сайте, видеоканал. Как раз, как задерживают вора, как тут допрашивают. Это наш сайт. Вот так вот. Жизнь. А вы знаете, сегодня даже смотрят, что... Думаешь, деревня-то она никому не нужна. Купят как может. Это вот когда наша деревня-то она же была. У нас деревня по архивным данным 1818 года образовалась. Брат достал в архивах и сняли в архивах эту таблицу. А Корчино с 25-го года. Корчинские этого знают. Как? Корчино моложе потеряете. Не может быть этого. А мы чуть-то старше даже, чем... Краевический музей Алтайский дал данные. Да, да. Атомативные были. Вот. Понимаете что? И вот мы... Как закрывалась деревня старая эта закрывалась? В 1971 году прекратил уже все. Первым делом закрывались полы. Полы убрали. Стали уезжать. Убрали медпункт вот здесь. Где Тополя, там был медпункт. Убрали медпункт. Ну, а дальше встали эти свинарники, коровники, конеферма, циферма. Ну, и все. Ну, понятно. И последние уехали. Ферма-то оставалась до последнего. С Корчино ездили, еще здесь управляли. Ну, да. Ну, потом убрали все. А потом уже все. Сегодня... 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 Я почему говорю... Понятно, как это все происходит. Мы не говорим, что это хорошо. Это плохо. Это заславская профессия. Это заславка все начинается. Закрой школу в деревне и больницу. Так вот, когда мы начали, что-то самое трудное было... Куда? Это открыть школу. Чтобы у нас учились. Трудно. Трудно было зарегистрировать деревню, то у нас официально мы зарегистрировали. То есть вернули прежнее. Значит, это на краевом уровне было принято решение. Ну, после того, как я в Думу был. Я в Думе был и в сапогах там, говорю, потоптал ковры. Там был знакомый из нас депутат, священник. Он провел выпук пропуск по комитетам только тогда. А так, был директор Мануилов. Ни в коем случае не строитель. Мы вас с бульдозером. Мы ночами организовали дежурство. А вдруг действительно пошлет бульдозер. Хочет успеть выскочить. Ну, угроза-то была. Понимаете что? Но потом со школы. Вызывает нас со старостями. Мы в Мамонтово были. Значит, на сессии депутатов. Наши седьмым вопросом. Седьмой вопрос был наш разбиратель. Впереди разбирали. Такие вопросы, знаешь, депутаты с чем занимаются? Как установить умывальник на базаре? Ну, взял, повесил его и все. Это на сессии депутатов. Теперь, где вставать пустые бутылки? Выступает теперь настяник милиции когда-то. Ну, проблема. Знаем, кто где гонит самогонку. Но ничего сделать не можно. Ну, конечно, плохо. Ни в коем случае. Занимайте частных учителей. Я говорю, а кто здесь вас частных учителей занимает? Возите в Корсину. Ну, кто-нибудь возит за 15 километров зимой, или как там, ребенка 1-2 класса. Нет. 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 Потом взял слово. Был, когда он начальник ПМК. Рикард, конечно. Нет, не Рикард. Нет. Нет. Я не пойму, говорит, мужики. Фриз. 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 Я, говорит, не пойму, мужики. Чего, говорит, вы это? Что они просят? Какие? Ничего. У нас учителя, дипломированные учителя, которые закончили ГУ. Вот. Что от нас? Ничего, говорит, нет. Мы сами, говорим, построим школу, сами все. Только, чтобы было это на официальном уровне, что ли. Ну, и наконец, все-таки. Так вот, сколько лет было. У нас была оформлена еще техничка, и как истопник. Там, на полставки, опять, совсем. Ну, в месяц выходило, там, 400 рублей они там получали. С этого года. Сократили. Ну, сейчас как топить? Топить будем теперь как? Все равно будем топить. Попеременно. Вот, ну, даже если уберут учителей, ну, будем как-то, я говорю, по бычку лишнего. Учителей не уберут. Учителей не уберут. Побудем по бычку лишнему выращивать, да, как-то платить за рно. Все равно будем платить. У нас вот в этом году было выпускник. Два выпускника. Девятый класс. В кореннем городе. 50-й. Вперед у нас было три выпуска. Завтра у нас дают помощь, в этом году давали на станции. На станции? Да. Наши сдали все отлично. Все у нас сдавались. Ну почему? Потому что вниманию больше уделяется внимание. И теперь у нас обращение такое, что он дома делает, не может. Бежит Елена Анатольевна. А Елена Анатольевна в это время что там, стирает дома или пироги пекет. Я не могу задачку решить. Но он делает свое дело и объясняет репетируется. То есть у нас запросто такое, как сказать, сибирь. А мы сейчас можем пройти и обсудить вопрос? Пойдемте, я на Анатольевна дома. А что вы на трактора такие ходили в гуси широкие? Это мы нанимали трактор, бульдозер. Ага. Платины. А я смотрю, с почищенным. Вот у нас здесь имеем ворота. А где в Бурнову? В Бурнову? В Бурнову. Дорого пошел? Ну, надо дорого. Где-то заработать только. То есть сейчас полторы тысячи работают. Понял. И запривоз 30 тысяч, потому что он приехал. 30 тысяч за привоз, да? Да, я правильно понял. Где-то примерно так же, как и у нас. Ну вот сделали три плотины по этой все. 150 тысяч. А чего вы не обратились к этому станцию? Ой, ой, скажи. Ну, я не знаю. Мы искали, в Порочном обратились. Он три тысячи сейчас. Да у нас нет. У нас там и такого бульдозера нет. Хороший бульдозер был. Тартаристы. Да, Валория, Валория, как его? Депутат районный. Ну, не знаю. Мы искали там. Глушков, Валория. У него тоже 570 стран. Сейчас я иду. Вы хотите пруд сделать? По-новой вычистить или как? У вас же был пруд где-то. Вот там, по-моему. Здравствуйте. 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 Сегодня государством вводится в практику организация всех населенных пунктов, где до 100 человек. Такая форма, типа домового хозяйства. То есть выбирается дом, к которым бы люди могли обращаться. То есть медицинские учреждения помогают обеспечивать лекарство. Вот. Хотя бы то, что у кого-то там сильно голова разбалилась там. Или еще кто-то с зубками, я не знаю. Ну, первая помощь это отравление. Первая помощь. Кровотечение какой-то, травма же может случиться. То есть, чтобы к кому-то можно было обратиться до того момента, пока, например, сюда уже приедет либо скорая помощь, либо вывезут его отсюда. То есть должен человек быть, которому все бы знали, что да, на базе вашего, допустим, дома это домовое хозяйство. У нас бы связь с вами была постоянно. Мы бы проучили вас по неотложной помощи. По первой помощи, да. Обязательно там выдача справки под подражения. Извините. Вот. И обеспечили бы, допустим, аптечкой, то есть укладкой. Ну, абсолютно хорошо. Ну, надо определиться просто с кем вот мы работали. Контактами бы обменялись, ну и будем создавать. Вот они сейчас бывают, и мама давно не выезжает. У вас вот сколько человек здесь проживает на данный момент? Ну, сколько у нас проживает? У нас меняется. Ну, у вас 37 человек. Сейчас не 37. Ну, а проживая-то, конечно. Сейчас 32, наверное. Ну, я понимаю. Кто-то где-то учится, кто-то как-то. Кто выезжает, кто заезжает. Да, кто заезжает. У нас вообще четверо студентов уже там учится в колледже, в институте. Ну, у меня дочь закончила медицину. Так что, если что я могу с ней концертель. Вот, видите. Она у вас закончила что, колледж или университет? Университет. Она сейчас второй год ордината. Работает где-то в городе, да? В краевом. Мама того не хочет вернуться поближе. Ахахаха. Скажите. По программе в Бузьемске. Доктор думал бы ее взяли бы. Миллион. Да. И получил бы. Да, и получил бы. Да, и получил бы. Ну, в общем, я понял. Вы свое принципиальное согласие отдаете. Ну. Давайте мы с вами тогда обменяемся контактами. Я запишу сейчас. Давайте. Я понял, что это Василия. У нас и такой. Ну, такой. Да. Ну, и такой. Мы будем с вами общаться. Ну, Марина тут водит всегда. Да, да, да. Ну, что, пойдемте, может быть, в школу там зайдем. Пойдемте тогда. Пойдемте. Да, говори. Пойдемте. Спереди слова. Пойдемте. Пойдемте. Сергей Пупков возьмите. Попков себе. Говори. Не взяли такой вопрос. Понимаете, вот, два раза приезжаю, я в больницу. В Лея Хом. Вот. Вот. Записывается, значит, там, до двух часов записи. Ну, давай. Где ты там пошел? Я два часа сижу на тюрьме. Я не могу дозвониться. Занятый, 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 занятый. Записать тебе ремонт. Ну, а ехать надо. Вот, там, приезжаем мы там. Восьми часам. Там уже много людей. Ну, сейчас мы, как бы, не брали вот это вот у нас ограничение. То есть. Ну, вот, допустим, дальнейшие все. Приехать нам за восемь. Я согласен с вами. Это нельзя такое, что мы не каждый день-то ездим. Устранили. Устранили. Ну, практически, вот какого надо. То есть. Гинеколог есть. Невролог есть. Даже УЗИ мы сейчас стали давать сюда. Гинеколог? Нет, есть. Есть гинеколог. Офтальмолог у нас есть. Сейчас мы ему компьютер ставим. Ну, про терапевтов я молчу. Про педиатров у них это однозначно. Они самые первые, да. То есть, практически по всем. Вот от бывшей деревни, вот это сохранились, были полуразрублены скены колхозного клуба. Его построили новый, буквально, за закрытие деревни было построено. Где-то в 67-м году его построили. И вот мы восстановили сам. Я строитель по гражданке. Поэтому все доложили, сделали. Половина у нас школа, а половина там. В одном здании у нас. Это, наверное, схват. Это там, где обрабатывать дома. Игорь там, ну... Да, да, да. В школу, что-то там. Помогали люди. Мы противоречили. В школу. У нас шарф. Это не убрали еще. У нас была свадьба. Вы ее здесь. Виктор Николаевич Учитель женился. Не место выбрался. В Франции. В Франции? Она приехала. Она по рождению белорусская, Наташа. Приехала. Она сейчас вот английский язык подает. Были ездили от Находки до Лиссабона. Скандинавию и Прибалтику прошли. Нынче Баренства в море. Заходите. У меня есть 8 книг в вашем спище. Я в каждой группе... Ну, это у нас как спортзал. Ну, понятно. Такое это. Здесь вот. Работа. В теннис, там играй. Там надо. Так, все. Попроще. Там я вот... Урай, кольцо было там одним. Смотри, а книга, которую мы не имеем. Просто аналог. Это Бог нам взял. Понятно. Самый у нас был урожайный год. 2005-й. Было 21 сентября. Там еще повыросли уже все, кто там... Уже поразъехались. Ладно. Где было. А это были в Кирилле. Из Святой Библии. Не считая по сравнению отвергающего учения. Три тысячи лет назад сказано. Как сегодня. Толь ведь Бог, кому-то знали от него. Почему такие депутаты? Дома. Дома идут. Говорит. Я говорю, конечно. На балаконике трещина есть. Не пойдет. А вы все выросли. В каких школах-то, я говорю, учились-то? Где? Что у вас было там? В школах-то? Вы все выросли. В деревне были. Стоит там бачок, кружка на цепочку привязана. Там ремень. Все так же были. Чего вы? Спрашивали. Делали все сами, своими руками. Ни копейки. Ни копейки. Ни откуда не было. Ни копейки заканчивали в тайге. Я скажу, да. Жили. Печка у нас стояла. Звонок у нас такой колокольчик. Да. На колецо. Да. Занимайтесь. 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 Печка у нас. Ну давайте дальше продолжим. Угу. Так. Десять лет его отдают в школу. Потому что он, хорошо, имел такие вот, таланты, да? Можно сказать, обучение. И он отдаёт в школу. Телефон 22 187, это рабочая мысль. Теперь запишите соту 08 923, 645, 87, 68, у нас были там еще пробы, запишите 8 965, может быть, 080000 или нет, 50243, сюда поближе еще. Директором был Майдлор. Давай мы в Дорстрой, дали гарантийные письма, и Дорстрой, и Медлёшу восстановим, мы в суд подали. Думаете, как разрешил судья? Никак. Судья говорит, а причина суд-то, нужно было там в 10-ти, но мы в 10-ти подходим, а оттуда уже выходит, директор совмоза, Гладышев был директор, оттуда выходит уже от судья. И то есть сядет, и то есть сядет, и то есть сядет. А у вас есть документация на эту работу? Будем, значит, работать в плане? На эту плотину, что там чертежи, как и осталось. То есть это будет, я понял, что это будет. Да где? На какой? То есть, вот, да. По ней ездили еще деды, мы, конечно. Это плотинетом уже, может быть, под 100 лет. Мы же помним, что я не заплачу. А вот, за рубить разную. Понимаете, как суд-то было? Сядет, и никто, что что говорит. Я бы пошел на кратч, согласиться, как-то там. По кричам никто не отвечает. Желательно, что вы хирург, свидетели, что вы снимали. Сто восемьдесят лет назад, вы решили, что вы снимали первое. Может, понятно, что вы, может быть, это первое. Что вы сделаете, что вы сделаете, что вы сделаете, а вы что делаете? Вы что делаете? Какое-то узкое заболевание, пока человек, допустим, с той эвакуацией его отсюда, все позаждается, будет, что у вас помощи не на конечке. Плюс мы постараемся информационные материалы для вас, чтобы вы заставили на то, что вы заставили профилактику на краю. Так и было. А не дали, значит, что им приступили к платке для оказания первой медицинской помощи. А знаете, кто там был? Метелев? Метелев. Метелев приехал, он воздержан приносил. А когда у него что раскопано, и надо поехать, он натерелся. А что же они делают? Точно, наверное, на трехсот судей приехали. В каких-то там, где-то 10 человек живет, где-то там, где-то 50, доста очень много сил. А помощь все равно должна быть, вот по такому принципу. Ничего, что это сделать. Хотя надо сделать, как бы, добровольно, безвозмешно, безвозмешно. Человек наиболее берется какой-то отблицей, люди, которому доверяют. Вот, против, создается хозяйство. Мы можем материально помогать. Вот помимо того, что я тебе сказал, я тебе просто дожил. Что вы сейчас как-то... Он же был копий, просто... Нет, ничего, просто подняли. А вы вот этот, подняли. Вот это такое, что вы там объясняете. И так, да, что это такое. Подняли, мы платили. Медицинский, как бы надо, берем. Нет, аппаратиками скажет, что же здесь поможет. Мы это-то с вами, было-то там, добрый человек нашелся в зал. Мало бы, это документально, это тоже нужно будет ехать к вам? Нет, это вот, смотри, нет, документально это как? Допустим, я имею в виду, что мы, допустим, приказ по учреждению, что у нас, по сравнению, поселок потеряем, это осознанно, там, у вас, связано, что, если я, просто, что данные мне поработал, припишем вас обязательно, то есть это, может, наберется в ближайшем медицинское учреждение, то есть, либо в биржевский пуд, либо врачебном болотворе, вот корчка, да, Андрейда Ивановна, дома, она корчка, да, у меня. Так, коридор пройдет, понимаете, не проявляет, шоу, 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 шоу. А после учебного справка, вот этим, что вы прошли, то есть мы имеем в виду, чтобы у человека достаточно был, допустим, сердечка, там, лечебное дело, либо скорая, медицинская помощь, и вот эти люди, они уже могут, они по типу семинар проведем, то есть, в основном, они налоги, если не скажут, по каким-то. Чтобы построить дорогу, дороже, зубы, мы же с меня все везде говорили, что платные дороги мы сделаем, мы можем вернуть и сделаем, платные дороги, это, как бы, и для вас хорошо, но это как бы, как бы, да, скоро, потому что у нас дорожки не будет. Я понимаю, то есть я сейчас, я, Роблюсь, мол, сейчас ехали, мы с главой разговариваем, я говорю, что это отрезанный, получается, когда распутится, но спорят, и я к вам не принято, понятно, 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 да, это сейчас, мы это сейчас все уходит, а мы уже, в общем, у нас в кучении, у нас в гостей, а вот это месяц, мы здесь у нас сделаем. То есть, вы потерять не очните, а потом, разница. А у нас, получается, одно село, то у нас везде, во всех село у нас, ну, маленький, у нас, естественно, травное, ехать на чехах, у нас там нету есть, там вот фельдшит с травмом там живет, там, 330 человек, есть на чехах уже порядка 400 человек, там у нас медсестра, да, 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 да. Понятно. Вот, поэтому мы поехали. Опа, маленький ешек, там, вознесенцева, там, буквально там 2-3 человека, и они там, по цели не проживают. А у вас это получается все нормально. У нас очень много лета, и в лапе закрепляли. Ничего не делать. Я сейчас в плотидию сошел, прорывали 3 метра, чтобы вода потоком идет. И все это вручную, и долгую. Месяц, и 7-8 год. Потом вдруг встал, ребята, мотор захлевывается, и я не работал. Всю жизнь на стройке у меня было операции, и все удачно. У меня 5 килограммов, я подопреквещенный год. Это все я все вспомню и прописаю. Ну все, пообщались. Такая же школа, только изображение воскресшего Христа. Мы лишь ездили. А остальное все. История страны, природы. Вот она. Ну, не знаю, сейчас молодые поселяют эту семью. Поселяют? Да. Вот как у нас, чтобы на православных основах поселиться можно, кто не лжет, не пьет, не курить, не материться и не воровать. Наше единственное поселение, здесь и до рубежу. Я в краевой администрации сказал, у нас, говорит, ни одного, ни одного поселиться. Статистика вся врет, матерятся, курят. Ну, действительно, вот так раз. Да ладно, чтобы Бог сделал связи большие. У меня близкие отношения там с губернатором. С даром городом. Ну, батюшка хочет храм, наверное, показать. Ну, пойдемте. А у вас дети есть? Нет. С вами дочь, которая закончила. Сын еще, да? Дочь, да. И сын, они уже губернаули. А еще и сын. В 8 классе, да? И се metи не спустил. И сын ее должен был сбежать. Вот такой, маленький был. Ну, просто разводи. А вот давайте разводим, да. А вот, вот, вот. Бронкий, слушай, длини, здорово. Да, здорово! И старый, еще раз. Тарый. Еще раз, национальный, уже раз, заканчиваю. Это полноцарение, это такое, бесконечное движи. Вот, дети, там, перемен, мы бегаем. Вот, 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 вот. Песечка очень хорошая, это как воздушное отопление. Вот мы зимой, мы каждый день не топим. У нас служба только в субботу вечером, и в субботу за два часа до начала службы затопляем. И в храме тепло, в раздевшуюся новость. Экономичный профессор, он у Токуфа, по-моему, называется. Да, 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 очень. И главное, что, вот смотрите, здесь кто стоят, вот здесь, вот эти печки, здесь холодильник. У меня там, если я выйду, прям горячий воздух, то есть он поднимается, ходим по потолку, и там... Ну, циркулятор идет, да, рубашком снизу подсасан, вот сюда ходит. И как и можно, всякие дроба, там какие-то, эти чубки, там, бывают такие, там, захватываешься, наверное, плеть, какие-то степи, да. Он, два гнезда, была летом открыта, ласточки свили, два гнезда, в иконах, видите, он стащил на иконах. А я смотрю, не понял, что это такое, и в этом году опять были, вывели, вывели, вывели. Как вы говорите, подпевают, вроде бы. Ты рассказал, как был первый секретарь, да, секретарь по идеологии, у вас Куфаев по районам. Он был секретарь по партии, и вот, когда первый год мы были, он приезжал, приехал на Черной Волге, сели, знаете что, не надо селиться здесь, понимаете, у нас, мы ничем не можем вам помочь. У нас там школа, там, крыша, там, ремонтировать надо, там, ну, нет, бюджета нет, мы ничем не можем помочь, это вам трудно, вы ничто не сделаете, это, давайте вам дадим квартиру в Ермачихе, где там, в Катниково, в Трубоч, там, где, в Корчино, да, где-то все там. Я говорю, мы приехали на родину, я приехал на родину, понимаете, это было еще летом, где-то в июле месяце, у нас еще не было ничего оформлено, потом мы пошли на пруд, сели там, опять он, я говорю, знаете что, Александр Алексеевич, кажется, да, 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 я говорю, вы можете оказать очень хорошую помощь, дайте слово, как человека, ну, и вы, как, может быть, там, поэтому, что вы не будете мешать, вот это я вам обещаю. Жаль, прошло сколько-то лет, ну, мы уже построили, он работал в администрации уже в Краевой, замгубернатор был, замгубернатор был, он работал в начальнику управления по сельскому хозяйству, да, 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 и он заехал сюда, ну, заехали, мы обошли, все, это уже показал, вправду, я повел его на то место, где мы сидели, на прудах, ну, и все, да, много вы труда сделали, молодцы, ну, когда сели, я говорю, Александр Алексеевич, это благодаря вашей, я говорю, всесильной помощи, он, да, ну, что вы, какая, я говорю, а помните, вы говорили, что не помешали, но это не мешали, я говорю, нет, не мешали никто, вот за это вас, я говорю, благодарим, это немалое дело, что правитель не мешал, не мешал, помощи нет никакой, но не мешали, главное, можно было работать и делать, вот слова, какие из библии, посчитайте, любое слово, и все, все сделано своими руками, все делали, вообще, все сами делали, это места из святой библии, эмоции, красиво, никому не нанимали чужих, никого не нанимали, какие-то, все делали сами. Нас это удовлетворяет, помещается, хотели строить, уже я начал материал, там, лет 10 назад заготовили, думаю, храм построить, приезжал епископ, освинтил даже место где, но когда время пошло, началось это все ценное, все, а мы, где-то нам хватает, это зачем, это такие, отец Виталий, это ваш, батюшка, там, Мамтовский приезжал, поговорили, он говорит, я не знаю, что уже, говорит, уже и долги такие, говорит, как там это есть, кто-то там обещал, нет, а сейчас начал строить, надо, пополар вчера поставили, ну, Георгий, что-то должен быть, ставить пополар, уже поставили, это же ставили. Боин Мирополит подарил нам журналы церковные, да, там, князя Владимира, там, тысячелетия исполнилось все, вот, и вот выступает там собрание большое, выступил Владимир Владимирович Путин, потом святейший патриарх, как называют его, Кирилл, а потом этот, и все, и сфотографировал, журнал красочный такой, и вот Путин говорит, как вот надо поддерживать, это история наша, другого государства не было, у нас только проникновенные слова, видно, что хорошие у него референты, там, кто-то помогает, и никогда, вся история построена на церкви, ну, началась новая история с князя Владимира, мы были даже не народом, и как все объединилось, такое могучее государство, видно, что говорит, верит, он говорит, искренне, он говорит, искренне, это Путин говорит, а потом выступает патриарх, патриарх приезжает в воскресенье, в Бурнаге будет патриарх, в воскресенье вечером там будет, в Демитре Астасовском, на площади Спартака храм, и освещать его будет храм в воскресенье, мы узнали это за месяц, что будет патриарх здесь, и решили пригласить его к себе, послали приглашение, как это пригласить, нам выслали, как это официально, чтобы составить правильную бумагу, мы составили, послали, пришел ответ первый, что получено ваше, потом секретарь его там, тоже он, по-моему, архиепископ Сава, прислал официальное уже письмо, ваше приглашение, значит, принято, получено, но в связи с тем, что у святейшего патриарха очень плотный график, значит, пребывания где, он уже утром отслужит, и после обеда уже вылетает на самолете, так, поэтому изменить это невозможно, благодаря этому, ну, слава Богу. Когда мы сходили, я митрополиту говорю, патриарх, он раб, он не может в сторону шевелиться, я могу по грибы пойду, по рыбачить, первое лицо государства. Я говорю, ну, может, нахожу и крышу снайперов посадить. Он хотел, такого поселения нет, такой задушевный ответ такой был, ну, не могу, два дня его нам должен улететь обратно. Я говорю, тут будет возможность вам, патриарх, взглянуть на небо, для чего ты живешь, а не то, чтобы властям только угождать и целоваться с ними. Это все написали, все сказали, и, ну, хорошее отношение Бог установил. Ну, могут приехать, вполне, но... Очень сложно, у них на самом деле... Не сложно, потому что он это себя посвятил, чтобы не быть свободным. Я тут воскресенье, вот, вот, позавчера говорил проповедь 30 минут, что такое дать Божий свобода, как быть подобным Богу, знать истину. Ты не должен никого бояться, иначе это не жизнь будет. Ты должен для Бога все положить. Что враг тебе говорит? А я у тебя от него, ты должен заранее отдать, что тебя... Вот он, наш, это, святой, Анфимий Никомедийский, вот главная икона его. У него было пасно 32 тысячи человек. 32 в церкви. Никомедия, это был столичный город. И он всех возвел на небо. А как? Объявили такого-то числа, это было 3 сентября по старому, по новому 16-го, чтобы никого нигде не было в храме. А кто будет, принесет жертву. Рядом жертвы у них разожженных кусок мяса, положи по императору там или кого-то. Христиане зашли, ни один не вышло, все сгорели. Ни один. Бежит женщина впереди, а воины идут уже сжигать. Она бежит впереди, растрепанная с ребенком. Задержать. Это военный, который идет. Ты куда бежишь? В храм. А разве не знаешь, что мы сегодня расправляемся с христианами? 302 год, самое гонение было. Я знаю, поэтому и бегу, чтобы со всеми быть вместе. Ребенка зачем взяла? Я хочу, чтобы со мной вместе на небе было. Вот фанатики, вот экстремисты. И другой веры не могло быть. Поэтому христианство устояло бросив вызов 500 религий в то время, в Римской империи было. И тогда объявили войну всемирные христианцы, все религии исчезли, христианство осталось. Видите, как у Бога все вымерло. Почему? Кровь христиан, это семья христианства. Они когда увидели, какие христиане, и только повторяли, ах, какие жены у этих христиан. Они когда столкнулись с развратом, с разводами, и вдруг у христиан все по-другому. Они жертвуют последнее, служат самым негодным людям. Вот вы заходили, когда, вот, вот это сейчас здесь. Это у нас все переписано для глухонемых. По-моему, это целая община. Глухонемые. Бомж на вокзале встретился, он меняет жизнь. Он другой человек, он все может делать, оказывается. Как-то прозвище-то было у него там, угрюмое. И как-то подарили ему, первый раз улыбнулся. Знаете, как праздник был. Только у нас такого вдовара-то везде хватает. Но для этого надо пожертвовать самим собой. Нужны волонтеры, как мирские говорят. Нам ничего не надо. У нас все есть у русских. И талант. И взаимопонимание во Христе. Вот я был на разных конгрессах. Там лауреат, у нас скрепили алферов. Вот нет идеи объединяющей. Потеряли, пролетали всех, старались соединять. Здесь не объединились. Где идеи? А работают надо этим. Я говорю, а я работаю на ней. Я начальник, создатель детского лагеря. 44 года. Без помощи государства тысячи детей. Это в любом государстве рядом с президентом сидел. А здесь меня гномят. Я знаю идею. Какое? Четыре слова. Дети, запятая, воспитанные во Христе. Это ни взяточников не будет. Ни крохобора платить. Ни обманщиков. Ни коррупции. Дети, воспитанные во Христе. Ни разводов не будет. Бросьте все силы на это. Вот меня задают вопрос. Вы бы были патриархами. Я в пяти университетах делал занятия. Три радиопрограмма. Там полный охват в городе был все. Что бы вы сделали? Первое. Прекратить всякие строительства храмов. Все деньги, у кого заняли, там вернуть. Каждый, кто думает строить, за свои деньги должен. Нет людей, чтобы были люди. Второе. В один день открыть тысячи училищ. И сдать новые заветы каждому давить. Вот что мы делаем именно. Мы раздали только в окрестности, раздевали. Сами приобретали. Тридцать тысяч евангелий. Тридцать тысяч. Ты прикинь, что это? Я полный комплект. Дай мне библиотеку. Это тысяча долларов. Это евро сегодня. А это мы прошли пятьсот городовых сел. На Одноходке. Владивосоке. До Лиссабона. Португалию. Скандиналия и Крибалтика. Зачем нам нужно это? Я отвечаю. У нас в лагере лозунг. Россия должна встать. Посвязательный знак. Внизу. Россия это мы. И вот такие крохотульки. Сканируем каждый день. Россия должна встать. Он пищит. Россия это мы. Это зрелище. Не для слабонервных. А могло быть по-другому? Могло. Тогда бы нас не было. Поставили задачи. Если бить христианское население. Славя. Амитет Тверсот поставил эту задачу. Шесть миллиардов предокоп лишних убрать с земли. Но если вы считаете, знайте. Мы не согласны с этим. И поэтому нужно приложить силы пока и мы живы. А уж что будет? Бог рассудит. Ага, Игнат Илья. Спасибо за лекцию нам. Спасибо за лекцию. Слава Христа. Господь на земле и что наполняет ее? И вся вселенная и живущая в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. В Солом Давида 3000 лет назад. Господь пастырь мой, пастух. Я ни в чем не буду нуждаться. Вот я перед вами, у которого минимальная пенсия. Потому что мне не давали работать. Только при неведомости на охране. Я в вагере смерти отбыл. У меня 26 лет только когда была психиатрия преследовала. И все это снято. Как злоупотребление. Противников никого нет. Я все еще живу. Зачем живу, понятно. Отец у вас инвалид был. Десять родителей. Вышли, сынок. Только не воруют. Еще было кое-что. Там вот ряд стоял домиков еще. Вот эти новые улицы. Еще и не стояли. Там циклят выращивали. Но потом, в собренье. Да, это мое. Это у меня дома барашки с маленькими, которые родились. А потом, в собренье, все это было. Руды делается. Не успеваем. Решили деревянные. Выписать надо. Досок сколько? 42 тысячи. Вообще. Почему? Господь посылает. Это невозможно сделать ничего сегодня. Вот говорит он, какие-то дорожки квадратные. Это удовольствие из самых дорогих дороги делать. А вы взяли, посмотрите, какая дорога. Завтра дожди. Завтра жду первая самослава с песком придут. Грейдер нанять. Звоню. За все. В наличии мы в этажаде. Денег ни копейки нет. Их откуда Господь дает, с трудом приходится после адреса отыскать. Никогда не слышал, не знаю, вдруг звонит. Вам нужны деньги, нужны... А где вы? Идите, получите. То вы остальные миллионы, то кто-то. Свои люди. Сколько доброты. Да, только жители. Но, без козыря хлеба не будете. Бога у Бога. Нет, это да. Разборяйся, еще ищи. Ну как, вот сейчас он убирает. А все остальное. Он не знает. Поскольку. Или подбегает. Смотрите, какая дорога. Будет продавать. Судьба подъезжает. Да, ну я вот отсюда. Смотрите, тут нельзя было проехать. Даже трактор не мог пройти. Все. Колеями-то это... Вот сейчас нужно пища на 15 сантиметров покрыть. А потом просто ищи. А потом... Я стараюсь, я не знаю. Еще это... И куда эта дорога уходит? А то вы вышла только куда. Ну это центральная дорога. Она идет на разрез и дальше на трассу. Это улица у нас названа сейчас нашей мамой, Марии. Улица Марии Лапкиной. Это утверждено Украинским советом. Она первая сюда приехала. Мать героиня, дети, детей. Жена инвалида, война, эти вещи. Ну то есть все сошлось на то, чтобы мы не хотим другого. Дайте здесь памятник. А вас как зовут? Вас как зовут? Игнать Никита Николаевна в 2000. Лапки. А он передал, в интернет зайдите. Там 3500 наших роликов только. У нас снятые фильмы. Один занял первое место на международном киноконкурсе. Первое место. Второе место в России взял. Снимали государственные киностудии. Почему? Мы назвали искорковозрождающейся Россией. Просто надо молиться. Надо просить Бога. А это проще всего паковки делать. Все, надо подумать, что из-за меня нет. А вот в лагерь Суэтович там принимает. Вот один год был так. Приехал. Вы жили сами знаете. Выгрузили только с этой, с газели-то. Смотрит, один пацан уже на крыше, по шиферу уже бегает. Я говорю, это что такое, это что такое, это что такое, это что-то. Он говорит, а он никаких никого не слышит. Нет, мне таких говорит, не надо увозить женщину-мать. Я вас прошу, если вы его не возьмете, я его утоплю или убью. Сына, он говорит, всю жизнь мне испортил. Делал в третий раз там замуж. Никакого в жизни нет, ничего. Только так, говорит, две недели, чтобы не звонили. И ничего. Никакого общения. Через две недели приедете. Прошло две недели. Мать приезжает. Он увидал где-то, кидал. Мать. Она говорит, ты куда? Ну-ка, иди занимайся своим делом. Он развернулся и пошел в мать. Это как? Он вас послушался? Да? Иди, ну поговорили. Потом, иди, теперь поговори с матерью. Понимаете? То есть, дисциплина должна быть. Она разбалывалась. Здесь у нас лекарства, эта дисциплина у нас растет полно. Он это крапива. Крапива. Она вреда никакого. Чего? Коршуна ему покажет. А сегодня можно или нет наказывать ребенка? Вопросом занимается. И однажды была такая передача, я слушал. Собрались там доктора разные, и все рассуждают. И одна, значит, артистка заслуженная, говорит. Я, говорит, приведу пример из своей жизни. Мне, говорит, было 15 лет. Отец у меня военный, говорит, был. Мы всегда ездили там по гарнизонам все. Ну, мать там врачом работала. Некогда. Я, говорит, встала в компанию, я, говорит, встала покуривать. И отец, говорит, ты что куришь? Заметил все. И он, говорит, как взял, говорит, у меня ремень этот свой офицерский снял. Как, говорит, меня выпало, я, говорит, обмочилась и все. Я, говорит, потом неделю дома лежала. Отец сказал, если еще раз только закуришь, я, говорит, тебя, значит, убью. Отсижу, говорит, ну, чтобы заразы это не было у меня в доме. Все. Я, говорит, бросила компанию, говорит, больше ни разу в жизни не закурила. У меня был случай, я в том классе уже учился. Учительница на уроке, значит, Бога нет, коммунисты это самые честные, хорошие люди на земле. Ну, я еще пришел, а у нас была, мать была верующаяся, отец так, а не очень, а мать крепко. За стол садиться, я уже молиться не стал, я уже коммунист. Отец заметил, что такое, а мать говорит, что, я говорю, да, я больше, значит, не хочу верить, Бога нет, и я буду коммунистом. Она отцу перевела, отец у нас с одной рукой был, с одной рукой, по самой плечо не было руки. Вот, но эта рука у него была такая, что он, если пьяный там не драться, он два раза не бьет, одного раза. Сильно было, он дрова кололит, такая чурка, он топор раз через плечо, вот так вот и бьет. С одной рукой, скотником работал в колхозе, поедет сено на степи там, зимой на сане, один, одной рукой наложит вос, бастерком это завяжет, все. Отец как меня, и где сюда, я подошел, меня так вот за шкирку взял, между ног зажал голову, мать, подай, а у нас так матка, и в бароне зуба набит, там шапки, ремни, вон взял ремень какой-то на две дырки, такой широкий ремень был, или у него с фронта, или откуда, не знаю. Как он меня начал, как даст, у меня задница к голове прилипала. Мать была за ступице, он когда, отец СРЗ, мать за ступице, уйди зашибу, мать там на кухне, только Пресвятая Богородица там спасти, Господи помилуй. Он меня так очистил, я уже кричу, все, и Бог есть, я больше никогда коммунистов не буду. Все, вычистил. Надо или нет наказывать? А Бог сказал, как в Библии написано, кто, говорит, любит силу своего, наказывай. Без наказания оставил, это не гоже. Не жалей, говорит, розги. Пока, говорит, еще он юный, ну а в народе говорят так, учи, говорит, пока поперек лавки лежит. Ну лавка это вся скамейка, пока он еще такой, учи. А когда вдоль уже вытянется, бесполезно. Ну что, ладно, приятно, мы вас с вами познакомимся, мы поедем, значит будем организовывать. Не забывайте нас. Конечно, конечно, хорошо. Вам всего доброго. До свидания. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Обязательно зайдите на наш сайт, там форум. До свидания. Вот вы зайдете, наша беседа, вы сами себя увидите. Это все в интернете будет. Люди научат, что государство не бросает даже одиночку. Знаете, как-то приятно людям будет смотреть. Смотрят за рубежом в Америке, в Астралии, что мы выставляем. И вот люди увидят, что в самом деле верующих не преследуют. Заботятся, приехали на машине. Знаете, как это? Посмотрим. Вот смотрите, где-то через неделю, я отправляю во вторник, там конвертация идет в Барнауле. Сейчас, ну, через Корчино там помогал. Через неделю будет этот рубик стоять уже. А, ну, понятно. Ну, назовем как-то по медицинской части. Ну, до свидания. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Я хотел сказать, что русский флаг, я моряком плавал, знаю все флаги. Это единственный за мировую историю флаг, который не человеческого происхождения. Он вненациональный, вневременный, вненациональный. Красная полоса для всех. Это ничего не значит, это колорадский жут. Первая, нижняя, красная полоса. Все рождаются в стране. Мусульмане, буддисты, коммунисты. Вторая, светло-синяя. Подумать о небе, помышлять о воде. Все об этом должны думать. Ну, и за как свинья только подумал, как говорил Кров. И третья, белая, это белый престол, суд божий будет. Когда без этой курицы двуглавый этот флаг. Я везде в милиции, во всех отделах города, в краевом, в городском, в УВД, в виду занятия. Вы через Моринск ехали, нет? Вот так. Через Моринск? А что помню, русский флаг, это особая милость божья. Это пропы и премьер. Я не знал, что там были. Мы за книги, где были. Я объясняю, ничего немецкий флаг не обращают, и в американские штаты, и больше ничего. Наш флаг, я говорю, ненациональный, вневременный, неконфессиональный. И когда вы видите русский флаг, вспомните мои слова. Это особая милость божья. Ну, ладно, все. Они по-куда тут поедут? Спасибо.